Глава угрожаемая Самир Ахмедовна, глава угрожаемая Георгия Георгиевича, глава угрожаемые коллеги. Знаете, вот если меня спросить, что на меня произвело особое впечатление за последние, наверное, пять лет, я бы назвал бы очень маленькую монографию, всего 30 страниц, профессора Бурденко, который в 1942 году, вы вдумайтесь, только немцы были отброшены от Москвы, он пишет небольшую монографию, которая называется «Ампутация как нейрохирургическая операция». Он там развивает идеи канадского анестезиолога и патофизиолога, хирурга Крайля, и пишет «Для того, чтобы лучше шло заживление операционной раны, необходимо выполнять тщательнейшим образом на организацию каждого пересекаемого нерва». И когда посмотрели возникновение фантомно-болевого синдрома, то в 40-х, 50-х, 60-х годах постампутационные фантомные боли встречались не более 25-30%. Сейчас это бич, 60%, кто-то пишет чуть меньше, но чаще чуть больше. В чем дело? Хирурги стали оперировать хуже? Нет. Может быть, немножко медленнее, потому что анестезиологи позволяют это, за счет анестезиологической защиты. Появились очень дорогостоящие аппараты, очень дорогостоящие препараты, аппаратура, а результат хуже. В чем дело? А вот, оказывается, до 70-х годов превалировала регионарная анестезия над общей анестезией. Я ни в коем случае не буду говорить, что только одна регионарная анестезия сегодня, а вот смысл, который идет от работ Краэля и Бурденка, я попробую изложить в сегодняшней лекции. Итак, острую боль следует рассматривать как индуктор системной реакции, который вызывает повреждения функциональных систем, которые в итоге приводят к развитию болезней и патологических состояний. Очень интересная идея Владимира Всеволода Юрьевича Шанина. Академик Рыжановский высказывает предположение, что ограничение поступления в центральную нервную систему повреждающих импульсов при помощи афферентной блокады крайне важно для предупреждения острой послеоперационной боли, так и для снижения вероятности ее хронизации. Интенсивную боль в послеоперационном периоде испытывает 20-30% пациентов. За 40 лет никакой динамики. Обратите внимание, то, что связано и в частности с нашей специальностью онкологии, какая огромная частота возникновения, частота перехода в хроническую боль и в сильную хроническую боль при ампутациях, при операциях на молочные железы, посттерокотомический синдром. Это серьезнейшая экономическая и социальная, в первую очередь, и экономическая для государства проблема. Негативное воздействие боя на все системы организма, которые приводят в последующем к развитию серьезных осложнений в послеоперационном периоде. Давайте вспомним уровни формирования болевого синдрома. Вот о чем пишет Николай Нилович. Трансдукция. Активация ноцецепторов механическими или химическими стимулами. Вот отсюда пошла боль. Она идет в задние рога спинного мозга. Трансмиссия, передача ноцецептивных стимулов по афферентным аксонам из зоны повреждений в спинальные и супраспинальные структуры. А далее начинается следующий этап. Модуляция. Подавление тормозными интернейронами второй пластины задних рогов спинного мозга и нисходящими тормозными влияниями активации нейронов второго порядка. И только вот то, что чаще всего связано с наркозом. Вот перцепция. Это обработка ноцецептивной информации в коре головного мозга с формированием ощущений и эмоционально аффективными компонентами боли. На сегодняшний день пропагандируется мультимодальный подход. Давайте посмотрим, что из тех средств, которые есть у нас в возможности, и на какой этап предыдущего слайда мы можем с вами повлиять. Посмотрите. В основном самый оптимальный вариант вдруг появляется что? Местные анестетики. До вхождения в задние рога спинного мозга самый большой эффект оказывает местные анестетики на разрез и до вхождения в задние рога спинного мозга спинальная эпидуральная проводниковая анестезия. Мультимодальный подход более одного препарата, более одного класса препарата, более одной методики анальгезии. Если мы смотрим кривую деструкцию, та тема, которая нас всех собрала, вроде бы на обезболивание отвечает нам инструкция к кривоаппарату КРИО-01. Малая травматичность метода, действительно, это прекрасно. Кратковременность операции – это отсутствие необходимости проводить медикаментозную анестезию. Но речь идет, конечно, в большей степени о кожных покровах. Необходимости в анестезиологическом пособии – это все из инструкции. Во время криодеструкции опухолей кожи и мягкие ткани, как правило, не требуется. Преимущество – малая травматичность. Но как быть, когда мы работаем на внутренних органах? Легкие почки, кости. Я привожу начальный этап работы нашего отделения. Подчеркиваю, это начальный. Преимущество – местная анестезия, общая анестезия. У нас действительно два вида идут, как и в классификации – местная и общая анестезия. Местная – выраженная антинацептивная защита. Вспомните предыдущие слайды. Ранняя активизация пациентов. Предпочтительно использовать у пациентов высокого риска. Возможность изменить положение во время операции, контакт с пациентом. Очень важно. Очень много работ нет угнетающего действия на иммунитет. Очень важно. Но возникают проблемы при неадекватности. Неадекватно проведена местная анестезия, начали работать. И вот здесь возникают очень серьезные технические проблемы. С другой стороны, высокая надежность этапа анестезии при общей анестезии. Но в основе нужно помнить, должна быть мультимодальная анестезия. Обязательно включение нестероидных противовоспалительных средств, которые единственно блокируют непосредственно медиаторы воспаления из операционной раны. Но ограничение использования у пациента высокого риска, депрессия иммунной системы. Есть также и проблемы фаст-рек, активации, ранняя активация пациента, активизация пациента. Мы посмотрели литературный обзор. Оказывается, очень на сегодняшний день мало работы. Считается, мало травматичность. Наверное, вопрос анестезии уходит на второй план. Казалось бы. Я могу сказать, что когда Георгий Георгиевич ко мне обратился где-то года полтора назад, говорит, давайте посмотрим проблемы. Я так откровенно сказал, да, конечно, посмотрим. А про себя думаю, ну какие проблемы, ну мало травматичность. Вот после того, когда меня пригласили читать сегодня небольшой доклад, я во многом очень пересмотрел эти позиции. И работ очень мало. Посмотрите, в 2015 год мы нашли несколько публикаций. Сравнение местной анестезии и общей анестезии. Местная анестезия занимала меньше времени и позволяла сократить время пребывания в стационаре. А осложнений, разницы осложнений в осложнениях самой манипуляции между анестезиями не было. Показания к регионарной анестезии считаются. Есть регионарное обезболивание, облегчает выполнение самого вмешательства. Пожалуйста. При выраженных дистрофических изменениях, сопутствующей патологии, пожалуйста, по психологическим мотивам отказ пациента от общей анестезии. Противопоказания. Эмоциональность пациента, детский возраст. С 11-12 лет мы пытаемся уже под местной анестезией с седацией. Нарушение асептики, антисептики в месте пункции. Деформация в месте предполагаемой блокады. Септикопиемия. Поражение нервной системы. И очень важно еще. Это геморрагический синдром. Огромное количество пациентов идет на антикугулянтах благодаря интернационной кардиохирургии. Какие препараты можно вводить? Вот это вот очень важно. Уважаемые коллеги, это будет вам предоставлено в пользование. Возьмите, пожалуйста, потому что за последний год мы имели три случая выраженной интоксикации на различных отделениях, связанные с использованием местных анестетиков. Нужно помнить, какие препараты можно использовать. И нужно помнить о том, что кроме аспирационной пробы мы должны использовать только ту дозу, которую можно использовать. И ее нужно уметь рассчитывать. Поэтому нужно сказать, что риск системных токсических реакций, он довольно высок. Обратите внимание, 1 на 600 региональных анестезий. Вот, пожалуйста, вам вот этот сайт, на котором вы можете увидеть всю необходимую информацию и очень интересную информацию. Не зря на Евроанестезии 2010 были предусмотрены меры безопасности пациентов. И непосредственно локальная токсичность местных анестетиков рассматривалась специально и отдельно. И все учреждения в Европе должны иметь протоколы, средства, необходимые для лечения следующих состояний, а именно токсичности местных анестетиков в нашем непосредственно институте. Это все есть. Федерация анестезиологов и ренематологов выпускает специальные рекомендации. Местная анестезия. Кто должен ее выполнять? Мне, как анестезиологу, совершенно удобно говорить, что и будем это просить наших коллег-хирургов. Потому что именно хирург знает хорошо топографию и если и владеет местной анестезией по своей работе и при правильном выполнении аспирационной пробы, он может сделать совершенно хорошо и блестяще местную анестезию. Если привлекается другой специалист, мы, анестезиологи, ушли от этих, исторически просто ушли. А специалисты лучевой диагностики, они пока не пришли к этому. Поэтому здесь, Замира Ахмедовна, мы, конечно, считаем, что это должна быть именно анестезия в руках хирурга. Но анестезиолог не оставит хирурга. И вот посмотрите, пожалуйста, какому виду анестезии нужно отдать предпочтение. Мы считаем на сегодняшний день, может быть, через год, когда будет такая же конференция, мы что-то можем уже изменить. Почки, мочевой пузырь, местная анестезия с седацией или общая припронпозиция, однозначно общая анестезия. Кожа, мягкие ткани, местная плюс седация, это очень важный компонент. Половые органы, местная плюс седация или общая костная ткань, общая, возможно, местная плюс седация, возможно. Легкие органы средостей, однозначно, речь идет о общей анестезии. То есть на сегодняшний день, к сожалению, есть два таких момента. Первый неутешительный. Мы очень мало знаем об анестезиологическом обеспечении именно этих оперативных вмешательств. Но, с другой стороны, если мы собираемся заниматься этой проблемой, это, безусловно, уже вселять должно оптимизм. И я несколько остановлюсь, отойдя от темы криодеструкции, о возможностях региональной анестезии буквально несколько минут. Я не буду комментировать этот слайд. Понятно, какие серьезные последствия несет в себе неадекватное обезболивание. Есть законодательно. Пациент должен быть обезболен. Это законодательно. Мы сказали, что мультимодальный подход в основе нет, только регионарная анестезия, нет использования только наркотических анальгетиков. Должно использоваться сочетание нескольких видов или даже больше, чем два. Это использование регионарной анестезии, это использование наркотических анальгетиков, это использование НПВС. С точки зрения достоверности, посмотрите, пожалуйста, у пациентов с лабораторным доступом для обезболивания целесообразно использовать эпидуральную анестезию на основе местных анестетиков опиоидов. Посмотрите, пожалуйста, степень, насколько достоверности. При лабороскопических операциях альтернативой эпидуральной анестезии служит мультимодальный подход. И в современных последних лет рекомендациях мы с вами как раз это видим. Очень сильная рекомендация, высокий уровень доказательности того, что мы сказали ранее. Сильный уровень рекомендации, средний уровень доказательности, это использование продленной периферической регионарной анестезии. Мы отдаем предпочтение эпидуральной анестезии. Почему? Развитие блокады до операции, более выраженная степень защиты от стресса, ответа, надежная фиксация катетера, возможность длительного использования эпидуральной анестезии. Посмотрите, какой уровень доказательности очень высокий. Эпидуральная анестезия обеспечивает лучшее послеоперационное обезболивание в сравнении с парентеральным введением опиатов. Улучшает оксигенацию, снижает частоту легочных инфекций, улучшает восстановление перистальтики петель кишечника, снижает частоту пневмонии при переломах. Комбинация грудная эпидуральная анестезия с местными анестетиками и нутритивной поддержки приводит к сохранению общего белка после операции на верхнем этаже. И вот интересная очень работа. Сколько исследовательских центров приняло участие? Обратите внимание. Длительная эпидуральная анестезия, анальгезия в абдоминальной, таракальной и ортопедической практике в сравнении со наркотическими энергетиками уменьшает и респираторный, кардиальный, и тромбооболический осложнение в два раза быстрее восстановляется паразит желудочно-кишечного тракта. Только нужно помнить одно. Если мы говорим об абидуральной анестезии при абдоминальных операциях, это таракальный уровень, и это обязательно нужно, чтобы блокада продолжалась до 76 часов. Это очень важно. Поэтому вот что вы видите, когда приходите на отделение урологии, абдоминальной хирургии, это использование помп. Вот этот компонент очень важный. Ну и в заключении я должен сказать, что должны быть, конечно, схемы. В данном случае это итоговые рекомендации, проспект по использованию. Какого вида анестезии вы используете, эпидуральную или общую анестезию? Какая идет у вас техника операции? Какая методика в зависимости от ваш в послеоперационном периоде идет обезболивание? Уважаемые коллеги, я в заключении, вы видите те параметры, которые здесь указаны, хотел бы поблагодарить в первую очередь за помощь в подготовке доклада все наше отделение, которое вы видите здесь на фотографии. Ну и у меня просто времени нет, вы потом посмотрите. У нас есть личный материал по ампутации, еще с времени работы в другом учреждении, когда я по фантомно-болевому синдрому. Возможно, вам это будет интересно при использовании эпидуральной анестезии и анагезии в послеоперационном периоде. Благодарю вас за внимание.